Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Цена биткоина упала на 10%, что полностью стерло прибыли предыдущих дней. Внутридневное падение цены стало максимальным с марта 2023-го. Основным топливом для продолжения падения была ликвидация огромного количества кредитных позиций на сумму минимум 400 миллионов долларов на протяжении двух часов. И все это происходит в преддверии крайнего срока, установленного СЕК на 10 января. До этого числа мы должны получить решение по спотовым биткоин-ИТФам. Станет ли одобрение спотового биткоин-ИТФа событием, которое можно будет назвать «Продавай на новостях»? К33 Research дает 75% вероятность этого. Но стартовой точкой для падения цены стал отчет от Matrixport финансовой компании, которая опубликовала статью о том, что, по их мнению, СЕК отклонит все заявки на ИТФ в этом месяце. Их аргументы — это, во-первых, политика, поскольку пять членов комиссии СЕК, имеющих право голоса в этом вопросе, являются демократами, а демократы не любят крипта. Во-вторых, такие заявители, как Fidelity, BlackRock и другие до сих пор не выполнили все требования СЕК, как утверждает Matrixport. Понятно, что это всего лишь мнение одной аналитической компании, но вся ее аргументация была развенчана Алексом Торном. Он пишет, что некоторые из аргументов Matrixport не имеют смысла. Первый аргумент — это информация о том, что толчком к бычьему бегу биткоина послужила сентябрьская подача компании Franklin Templeton заявки на Bitcoin ETF. Никаких упоминаний о том, что инвестка, wisdom3, Fidelity и Arkinvest уже подали заявки до этого, и все они имеют больше активов под управлением, чем Franklin Templeton. Franklin занимает лишь 25 место в списке крупнейших управляющих активами. Во-вторых, в отчете ставится под сомнение тот факт, что во всех заявках ETF до сих пор отсутствует соответствие важнейшим требованиям СЕК. Здесь Matrixport пишет о том, что все подавшие заявки имеют соглашение о совместном наблюдении за рынком с Coinbase, но Coinbase составляет всего лишь 11% спотового рынка, так что это не имеет значения. Кроме этого, Matrixport случайно или намеренно пропускает мимо ушей решение апелляционного суда округа Колумбия, который опроверг все обвинения насчет партнерства по наблюдению между Coinbase и подавшими заявки на запуск спотовых биткоин ETF, обосновав это тем, что наблюдения за фьючерсными рынками будет достаточно, поскольку фьючерсные и спотовые рынки математически неразличимы. Иными словами, что произошло? Эти клоуны просто-напросто манипулируют рынком. Да, Matrixport жестко манипулировал рынком. Посмотри, что они писали 2 января 2024. Matrixport намекает на скорое одобрение SEC для спотового биткоин ETF, возможно, в течение следующих 48 часов. И вот, что они написали менее чем через 24 часа после этого, 3 января 2024, Matrixport пишет, что SEC отклонит все спотовые биткоины ETF в январе, а окончательное одобрение может быть получено лишь во втором квартале этого года. Что еще интересно? То, что 3 января BlackRock планировал приобрести биткоины на сумму в 10 миллионов долларов для финансирования своего спотового биткоин ETF. 3 января это как раз тот день, когда случилось вот это падение цены. С 45 с половиной тысяч долларов до 41 тысячи долларов. На некоторых биржах я видел цену и в 40 тысяч долларов. Иными словами, цена биткоина упала тогда, когда BlackRock планировал его покупать. Вот это манипуляция. И все ради твоих денег, твоих монет, твоих биткоинов. Конечно, еще одна причина дампа заключается в том, что Джим Крамер высказал большой позитив по отношению к будущему биткоина. Известно, что после слов Джима Крамера все происходит наоборот. Тем временем BlackRock и JP Morgan инструктируют сотрудников, чтобы те были готовы к одобрению биткоина ETF. Как сообщил источник в JP Morgan, сотрудникам было дано указание убедиться, что они должным образом подготовлены к быстрому развороту событий. Также напомню, что SEC еще в ноябре прошлого года отложила рассмотрение заявок биткоина ETF от Hashtags и Franklin на 24 рабочих дня. И единственным основанием для этого было согласование периода для потенциального одновременного одобрения всех заявок. Итак, если предположить, что заявка будет одобрена, увидим ли мы продажу на новостях? Как трейдеру мне немного страшно, когда все растет вверх. Я думаю, что спекулятивная лихорадка вокруг ETF, вероятно, достигла крещендо на этой неделе. Так что да, может ли произойти распродажа? Абсолютно. Но я думаю, что это будет идеальная возможность купить, потому что многие люди до сих пор не могут его купить, не могут купить биткоин. Так что в течение многих лет после одобрения ETF, частные фонды, пенсионные фонды и другие будут покупать биткоин ETF. В настоящее время 8 стран мира уже предлагают спотовые биткоин продукты. Сегодня лидирует Канада. В Канаде уже есть спотовый биткоин ETF. Одна из причин, почему люди думают, что нас ожидает продажа на новостях, заключается в том, что популярность этого ETF в Канаде оказалась не такой высокой, как ожидалось. И я думаю, что этот огромный рост цен на крипторынке был из-за слухов о принятии ETF. Но если у кого-то и были какие-то сомнения о том, что эти заявки не будут одобрены вообще никогда, то, как назло, компания Fidelity только что подала заявку на регистрацию ценных бумаг для своего спотового биткоин ETF. Это форма 8A. Что это такое? Это регистрационное заявление, используемое компаниями для регистрации ценных бумаг в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Для ETF, ожидающего одобрения, подача этой формы может быть огромным шагом. Эта форма показывает, что поезд не останавливается. Наоборот, он движется еще быстрее. И этому есть еще одно доказательство. Чикагская биржа CBOE одобрила заявку Fidelity на листинг акций их спотового биткоин ETF. Да, я думаю, что все слишком сильно беспокоятся о том, что произойдет на следующей неделе. На самом деле вот что происходит. JP Morgan и BlackRock высказывают одобрение биткоину в качестве институционального актива. И одобрение ETF действительно открывает двери для этих денежных потоков от институтов. В течение долгого времени биткоин был в основном розничным активом. Сейчас они признают, что биткоин это лучший актив. Вы говорите о волатильности, но упускаете тот момент, что пассивное инвестирование в биткоин на длительной дистанции ставит большинство остальных активов на колени. Если бы ты начал усредняться от 69 тысяч долларов и до сегодня, ты бы все равно получил 67% прибыли по сравнению с 23% на NASDAQ или 11% на золоте. Облигации и вовсе принесли отрицательную доходность. Так что эта история гораздо более серьезна, чем просто ETF. Это признание биткоина BlackRock и JP Morgan. Но не только ими, друзья. JP Morgan, один из крупнейших банков США, также ведет переговоры для того, чтобы стать авторизованным участником для BlackRock и Grayscale биткоин ETF. Еще один крупный банк Morgan Stanley разрешил своему фонду Morgan Stanley Opportunity Fund инвестировать в биткоин через компанию на Каймановых островах. Банк разрешил инвестировать до 25% от своих общих активов. У фонда сейчас есть 140 миллионов долларов. Также документы SEC показывают, что фонды вносят изменения в свою документацию. Теперь они разрешают инвестировать до 15% от своих общих активов в биткоин ETF. В своем заявлении Advisors Preferred Trust уведомила SEC о том, что теперь она может держать до 15% от своих активов в спотовом биткоин ETF от Grayscale, который еще не принят, кстати говоря, они уже готовы в него инвестировать. Также ARCA Asset Management Trust планирует держать до 50% от своих активов в спотовом биткоин ETF от Grayscale и фьючерсном биткоин ETF от ProShares. Фактически мы наблюдаем появление целой закономерности, когда фонды начинают вносить поправки в свои бумаги, согласно которым они могут инвестировать от 15% до 50% своего капитала в спотовые биткоины ETF. Однако то, что они могут это делать, не означает, что они обязаны это делать, нужно это понимать. Но такие изменения все равно меня радуют, так как они открывают двери для потенциальных инвестиций в биткоин. Начинаю думать, что вчерашний дамп был просто большой охотой за деньгами и монетами. А значит такая ликвидация кредитных позиций с рынка на самом деле полезна, так как она снимает перегретость биткоина и его индикаторов. Никто не видит будущего, но по примеру золотого спотового ETF, который был одобрен вот здесь, и как мы видим после этого произошел крах цены на 50%, возможно и биткоин ожидает что-то подобное. Особенно если рынок не увидит моментального ажиотажного спроса среди инвесторов на новый биткоин продукт в США. Но на длинной дистанции запуск ETF для золота привел к большому росту в течение 5 последующих лет. Да, были коррекции, но в целом на длинной дистанции это был большой рост. И наконец, хотя сегодня биткоин падает, Майкл Сейлор, создатель компании MicroStrategy, продает акции компании MicroStrategy на сумму почти 216 миллионов долларов. Зачем? Чтобы купить больше биткоинов, но уже на свой личный счет, а не на счет компании. В 2014 году мне был предоставлен опцион на 400 тысяч акций, срок действия которого истекает в апреле, если я не исполню его до этого времени. Уже почти 10 лет компания по моей просьбе платит мне зарплату в размере 1 доллар. Я также решил не получать никаких денежных премий. Исполнение этого опциона позволит мне решить некоторые финансовые обязательства, а также приобрести дополнительные биткоины уже для личного счета. Согласно моему торговому плану, я планирую продавать 5000 акций в каждый торговый день, начиная со 2 января 2024 и заканчивая 25 апреля, при соблюдении минимальной цены продажи. Это означает, что продажа будет осуществляться в течение почти 4 месяцев. Но я по-прежнему с оптимизмом смотрю на перспективы микростратегии и должен отметить, что моя доля в компании даже после этих продаж останется очень значительной. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк, это помогает каналу развиваться, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok